70 лет назад, 1 апреля 1948 года, образовалась Волжская экспедиция МОСГИДЭПА, примницей которого в последующем стала 45-я комплексно-изыскательная экспедиция Всесоюзного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института «Гидропроект». На открытии выставки по этому поводу собрались почти все геологи, которые участвовали в экспедиции 45. Главная цель – выбрать, где построить Чебоксарскую ГЭС. Начиная с 1932 года около 30 створов, так называемых, изучали Волгу саму, левый берег, правый берег, створ называется, и вели изыскания. Вот как раз здесь и показано. Это в основном и геологические, топографические и гидрологические, значит, комплексные испытания. Новый Чебоксарск – один из самых молодых городов Чувашской Республики, создавшийся всей страной. Химпром, Чебоксарская ГЭС, жилые дома, больницы, школы, собор. Сотни объектов за 58-летнюю историю города, свидетелем и создателем которых была именно 45-я экспедиция. В экспозиции представлены фотографии, на которых еще едва ли узнаешь Новый Чебоксарск. Также на выставке есть уникальные геологические полевые документы, ну и, конечно же, инструменты, которые помогали геологам исследовать новую землю. Например, светодолюметр. 45-й экспедиции, к сожалению, сейчас уже нет. В 2016 году она закрылась, и вот, когда закрывался этот филиал, часть из этих экспонатов была передана в наш музей. То есть уникальные фотографии, документы, предметы, которые могут рассказать об истории не только самой экспедиции, но и об истории нашего города. Вот если посмотреть на документы, то они как раз показывают, каким был Новый Чебоксарск в 50-е годы, каким был Иваново, Загонкосинский овраг и многое-многое другое. То есть в этом вся главная уникальность именно этой выставки – увидеть Новый Чебоксарск до того, как здесь появился город. Историю людей, создавших новый город на Волге, историю ученых, заглянувших в недра и раскрывших загадки земли, историю профессионалов, решивших сложнейшие задачи времени, можно увидеть еще в течение месяца. Сабина Вишневская, Петр Куприянов, Новости Ночь, Боксарска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова